Добрый вечер, канал НТС, проект МНГ. Мы сегодня говорим про конституционную реформу, ибо 10 января мы будем выбирать не только нового главу государства, но и выбирать, по-моему, в первый раз в истории вообще планетарного масштаба, либо президентскую, либо парламентскую форму управления, вообще насколько все законно. На законный референдум мы с вами идем, мы с вами сегодня поговорим с членом конституционного совещания Медер Алиев, а также с юристом-экспертом Тату Юргишпайловой. Будьте с нами. Медер, добрый вечер. Добрый вечер, Тату Юргишпайловой. Я благодарю вас за то, что вы приняли участие. Мы ожидаем конструктивный диалог, дискуссию, дебаты. Я постараюсь быть бесперстрастным. Ну, Медер, начнем с вас, потому что вы являетесь членом конституционного совещания. Вообще, конституционное совещание работает на сегодняшний день? Продолжает работу? Здравствуйте, Иркин. Приветствую Тату-ББ. Ну, спасибо, что первое слово дали мне. Я бы не отказался, если бы это слово предоставили моей стрюнке Тату-ББ. Насчет того, что работает ли сегодня конституционное совещание. Да, оно сегодня работает. Точнее, продолжает свою работу. И вообще, как в преддверии, как вступительный аккорд, с вашего позволения, я хотел бы выразить вкратце свою позицию, а в дальнейшем уже мы могли бы более детально обсудить. Самое главное, что я хочу заметить, что вопрос конституционной реформы, к моему великому сожалению или несчастью, добавил мне много друзей, и в том числе отнял у меня много друзей. И за этот короткий промежуток времени я имел опыт больших ссор, вследствие чего, как человек, я просто устал ссориться. Поэтому я хочу искренне надеяться, что сегодняшний наш формат диалога будет проходить в новом ключевом формате политической культуры, где мы, не переходя на личности, будем обсуждать исключительно идею. Абсолютно, я вам это гарантирую. Спасибо большое. Тем более, знаю вас как принципиального независимого журналиста, в этом не сомневаюсь. Теперь, насчет конституционной реформы. Я думаю, что вопрос конституционной реформы, он давно назрел. Для этого не надо быть нострадамусом, чтобы понять те очевидные факты, которые свидетельствовали последние 10 лет на тот период, пока действовала эта конституция. Практически все и сторонники конституционной реформы, и оппоненты придерживаются мнения, что данная конституция должна быть изменена. Не хочу много времени отнимать, приведу лишь несколько фактов. Прежде всего, два прошедших парламентских выбора на основании этой конституции показали, какие люди приходят в парламент решать судьбу народа. Второе. Нет четкой ответственности ни у парламента, ни у правительства, ни у президента. Согласно этой конституции предоставляется превосходная возможность для главы государства сидеть в окопе, не высовываясь, но в то же время регулировать всем процессом в стране. А когда наступает момент ответственности, заявить о том, что соответствующий с этой конституцией, он не отвечает за положение дел в стране. Поэтому вопрос изменения конституционной реформы, я думаю, что это требование времени. И, как гласит русская народная пословица, куй железо пока на горячо. Сейчас исторический шанс. В обозримом будущем такого шанса предоставиться может и не быть. Ну, пока так. Но ответственность должна быть либо у президента, либо у парламента, либо она должна быть исключительно у президента. Согласен. Прежде всего ответственность должна быть справедливая, предусмотренная и прописанная в конституции. А чего у нас, к сожалению, сейчас нет. Но конституционное совещание работает на сегодняшний день. Я вот вопрос, к чему веду, мы с вами перед съемками об этом говорили, о том, что сейчас пишется конституция, и она практически подразумевает собой президентскую форму правления. Но если вдруг наше население, ну, 10 января, я допускаю, подобное, выберет парламентскую форму правления. Вот ваша работа последних двух месяцев, месяца, она просто будет негодна? В Крыгызской республике источником власти является народ. И народ решит 10 января, по какому пути мы пойдем. Президентской, парламентской, либо смешанной. Все остальное неважно. Если народ решит, гипотетически предположить, за парламентскую форму правления в нашем государстве, то нынешнее конституционное совещание, или же вновь образованное, полагают, что разработают новый проект Конституции с требованиями, с желаниями, с учетом граждан Крыгской республики. Спасибо большое. Татуин, вот начнем с такого логического вопроса. Нелогично ли было бы, на ваш взгляд, работу конституционного совещания начать уже после 10 января, после того, как у нас будут на руках воли и изъявления народа жить в президентской или парламентской стране? Спасибо, Иркин. Я считаю, очень важно определиться над словом, уважаемого Медера, что есть слово «шанс». Каждый может понять по-своему. Обычно «шанс» в развивающихся странах меркой определяют воли и изъявления народа. Но обратно же я хочу спросить, воли и изъявления кого? Тех, кто выходили на площадь после 4 октября? Воли и изъявления тех, у кого есть паспорт гражданина Крыгской республики, достигший 18 лет и имеющий возможность и право голосовать. А вот здесь нам нужно немного другой подход применить. Нам тогда необходимо, чтобы понять воли и изъявления и понять, это шанс, либо же это абсолютно незаконное явление, для этого необходимо провести социальный опрос среди населения, где должна вступить независимая компания, возможно, даже международная, которая реально оценит необходимость, которая реально оценит потребность. Потому что на сегодня назначенный конституционный референдум, который должен состояться в двух этапах практически, где предложена либо парламентская, либо президентская форма правления, не имеет под собой никакого проекта документации, вот именно проекта конституции на этот, либо на этот вариант, мы не можем утверждать о универсальность. Потому что в мире нет установленных международных норм, которые под собой носили бы универсальные стандарты для определенных форм правления. Это каждое государство, основываясь на международных нормах, ратифицированных на территории той или иной страны, сам самостоятельно определяет, что должно быть, а чего не должно быть. Но самый главный базис, на который я сегодня хочу обратить внимание наших граждан, это незаконные явления, посредством которых сегодня мы на площадке имеем этот шанс. Бездарный шанс. Что значит незаконные явления? Начнем с того, что вообще у нас в стране должны были состояться 20 декабря 2020 года повторные выборы. Парламентские? Которые своими действиями у нас приняли Конституционный закон о приостановлении двух норм. Законе о выборах, Конституционном законе о выборах, и посредством которого не послушав ни Венецианскую комиссию, опровергнув все нюансы со стороны гражданского общества, которые говорят, ребят, стойте, ну что вы делаете? Что это за нарушение международных норм? Ну что это за нарушение правовых процедур? Все равно ребята идут и принимают законы. И теперь хочется отметить, что это олигархия, что это криминогенный эффект, или это эффект того, что ты во власти, не поймешь. Но сегодня вот мы имеем то, что мы имеем, это безобразие. Также хочется отметить, полномочия у Джорг Кенеш закончились 28 октября 2020 года. После этого они не имеют права принимать, за исключением представителей контрольных функций, принимать законы только те, которые ведут к стабилизации стороны. Но ни в коем случае стратегического характера вопроса. Принятие конституционного закона, инициирование проекта Конституции и также конституционного референдума является вопросами стратегического, важного характера в Кыргызской Республике. Поэтому хочется отметить, что все на сегодня предлагаемые меры носят абсолютно незаконный характер, за который, мне кажется, они обязаны отвечать в ближайшем будущем. И не нужно забывать единственное... Вы хотите сказать, что референдум, который состоится 10 января, он незаконный? Он незаконный. Именно поэтому мы не входим в конституционное совещание. А также... Скажите, пожалуйста, а референдум 10-го года, он был законным? Референдум 10-го года... Здесь вот есть очень тонкий... Или мы все 10 лет подряд так и прожили с незаконным законом? Я считаю, что он был допустимым и законным. Я объясню, почему. Был принят декрет, который не предусматривался в законе об МПА. Такой нормы не было. Но важно отметить, нужно сравнить две сегодняшние ситуации. Ситуация 2010-го и ситуация сегодняшнего дня. Важно отметить, что в тот период у нас не было ни одного института легитимной ветви власти, который бы на тот период мог, согласно закону, понести ответственность. Впоследствии этого было сформировано Временное правительство. Насколько было оправдано изменение Конституции, это второй вопрос. Но это, мне кажется, Медер, не наша с вами сегодняшняя дискуссия. Это дискуссия тех политиков из членов конституционного совещания, с которых мы с вами должны нести опрос. Но ваше состояние там, оно абсолютно не оправданно. Что касается по поводу сегодняшнего дня. Медер, согласны ли вы с тем, что та Конституция, то конституционное совещание, в котором вы сегодня являетесь членом, оно незаконное, покуда принято Джорг Кенешем, у которого срок полномочий истек 28 октября? Отвечу нет. 1500 раз нет. Объясняю. Прежде чем объяснить, хотел бы заострить ваше внимание на одной вещи. Ровно с того момента, как мной, уважаемый оппонент, моя сестренка Тат-Тубиби, на ваш вопрос о Конституции 2010 года сказала, что это законно, сразу в моих глазах... Допустимо. Допустимо. Ну, законно. В моих глазах образ справедливого юриста начинает улетучиваться. Мы договаривались не переходить на личность, если вы сами обращаете... Нет, нет, я не перехожу на личность. Тат-Тубиби задала вопрос, объяснила, на что я даю свое пояснение. Для Тат-Тубиби я хотел бы объяснить, если вы претендуете на образ справедливого принципиального юриста, который неукоснительно соблюдает ныне действующее законодательство Харьковской республики, нужно вам запомнить, что понятия декрет нету в законе. И об этом вам скажет любой первокурсник юридического факультета. Булуят-Плот так говорит. Нету понятия декрет. Это первое. Второе. Мною, уважаемый оппонент Тат-Тубиби, заметила, что в настоящее время, в период конституционной реформы, были нарушены нормы международного законодательства, что тоже является несостоятельным аргументом. Никаких норм международного законодательства по части изменения Конституции, они по сути не могут быть нарушены. Это наше внутреннее законодательство. Мы независимое, правовое, суверенное государство, которое сами определяем, какой основной закон нам иметь. Это второе. Теперь третье. Вот в последнее время, наблюдая за политическим ландшафтом, я прихожу к достаточно огорчительному и неутешительному мнению, что большинство у нас, не все, есть принципиальные и очень честные ребята, но большинство преследует определенные свои личные политические меркантильные цели. О, да, это во многих странах. Тем более в преддверии парламентских воров. И вот это новомодное слово хайп, чем больше сильно твое возмущение, чем больше ты кричишь и бьешь себя в грудь, чем больше ты стучишь по полу и говоришь, все незаконно, все уроды, тем больше получается у тебя популярность выше, тем больше у тебя лайков. Ты относишь вату к определенному месту людей, которые во власти. Да, в том числе, абсолютно верно, в том числе. Два, можно ставить знак равенства в этих двух вещах. И я в настоящее время вижу о том, что мало именно людей, которые задумываются, как бы это банально не звучало, о будущем государства, как бы это пафосно не звучало, просто необходимо хайповать, кричать и орать. А конкретных доводов, к великому сожалению, нет. Вы хотите сказать, что ваш оппонент хайпует и орет? Нет, это не относится к ТАТУБЮБЮ. ТАТУБЮБЮ я лично уважаю, ценю, как юриста, как сестренку и гражданин ХРСК Республики. Вместе с тем хочу отметить, что я всегда положительно отношусь к людям, которые имеют другую точку зрения. Я не беру на себя смелость утверждать, что вы абсолютно не правы, а вот я прав. Один из основных принципов демократии гласит Nobody possess the ultimate truth. Никто не является обладателем истинной конечной в инстанции. Если кто-то утверждает, что только я прав, а все остальные дураки и поступают незаконно, то это уже есть предпосылки проверить на психическое недоразумение этого человека. Так нельзя. Нужно относиться с уважением к мнению оппонента. Вот что нам нужно в нашем обществе прививать и развивать. Это привело в такой очень интересный аргумент о том, что Джорг Кенеш по истечению своего срока 28 октября не имеет права принимать подобные законы. И в том числе, я дополню, насколько мне известно, исполняющий обязанности президента тоже не имеет права назначать конституцию и собирать, созвать конституционное совещание. Вот как юрист. Насколько это было законно? Ну, прежде всего, вы юрист, по-моему, нет, да? Я вот как раз вас и спрашиваю. Я почему это спрашиваю, потому что Тат-Тубубе тоже знает эту пословицу. Два юриста, четыре мнения. Если у нас сейчас здесь появится третий юрист, то будет шесть мнений. Это адекватно в юридической сфере. То, что Тат-Тубубе утверждает одно, а я другое. Теперь, насчет полномочий Джоркиниша. В своем заключении Венецианская комиссия, если вы читали, скорее всего, вы читали, в преамбуле она утверждает, что у вашей конституции нет четких правил, которые бы предусматривали. Вот четко, по-бело-черному, когда полномочия Джоркиниша истекают, а когда они начинаются. Они имеют в виду две противоречащие статьи, 70-е, их пункты. Где в одном, говорится, Джоркиниша должен отсидеть ровно пять лет. Все. А во втором, говорится, до первого заседания следующего состава. Абсолютно верно, да. То есть Венецианская комиссия в своем вступлении начинает с очень дипломатического тона и оговаривает, что у вас, оказывается, в конституции, в основном законе, нет практически четких правил. Второе, на что она ссылается, говорит о том, что это впервые такая мировая практика. Нигде в мире такого не было. И, учитывая все это, она говорит, что мы считаем, что было бы целесообразнее. Теперь второе. Мы, я считаю, что независимое, правовое, суверенное, демократическое государство. Мы при принятии решения не должны оглядываться на Москву или на Вашингтон, на Пекин или на Токио. Разумеется, с должным уважением к таким авторитетным организациям. Должны относиться, принимать во внимание. Но мы независимое государство. И теперь самое интересное. В 2010 году один участник Конституционного совещания мне поведал, что та же Венецианская комиссия просила в 2010 году не упразднять Конституционный суд. Пускай это будет как отдельный орган на страже Конституции. Наши послушались. Нет. Сначала они упразднили незаконно, а затем сделали палаты при Верховном суде. И что? Мир перевернулся? Ну, учитывая, какие решения приняла последняя Конституционная палата, мне кажется, частично перевернулся. Перевернулся. Ну, это отдельный вопрос из отдельной категории, о котором мы сейчас еще поговорим. Можно? Я буду дополнять. Конечно, Медер, вы прекрасно говорите, и прекрасный у вас тембр. Многоуважаемый Медер, хочется вам сделать комплимент. Но очень важно сейчас наше внимание заострить на том, что такое будущее государства. Давайте с этого начнем. Да, кстати, я пользуюсь случаем. Медер, при всем моем уважении, вы не ответили на мой вопрос по исполняющей обязанности президента и невозможность его создавать. Давайте, давайте, отвечу. Можно? Да. Я могу отнять время? Конечно, конечно. Спасибо. Так, в нашей Конституции, ныне действующей, прописано, что в период отсутствия главы государства там несколько норм, да? Умер там, заболел и так далее. Исполняющая обязанность. Да, да. Есть исполняющая обязанность. И в этой же Конституции прописано, что президент издает указы, которые имеют юридическую силу на всей территории Крыгойской Республики. Исполняющая обязанности президента обладает практически всеми правами, что и президент, за исключением всего лишь двух-трех. Это не отправлять парламент в отставку, не назначать досрочный выбор и так далее. Соответственно, исполняющая обязанность президента издал указ о создании Конституционного совещания. Абсолютно законное и предусмотрено в Конституции. Хорошо. Меня... Вот, Иркин, можно 2-3 минуты я буквально добавлю? В настоящее время многие противники Конституционной реформы ссылаются на всевозможные правдивые, неправдивые, соответствующие действительности, недействительности обстоятельства, лишь бы по максимуму как-то нагадить новому проекту Конституции. Если ты оппонент, то будь объективным и справедливым, на мой взгляд. Ну, я бы... Я бы исходил бы из более других слов, ну, допустим, не нагадить, о плурализе мнений. Соглашусь с вами. Да, и... Соглашусь с вами. ...сегда приветствуется. Пожалуйста. Иркин, начнем с того, что когда мы говорим о будущем страны, нам необходимо заострить наше внимание только на двух моментах. Что за оплошность на сегодняшний день допустила власть, приняв, предложив проект от 17 ноября 2020 года, где предложено фундаментальное 61 изменение в проект Конституции. Сейчас наши... Вот мой оппонент, многоуважаемый МЭДР, может так сказать. Нет, мы созвали конституционное сообщение, мы сейчас работаем. Такого не будет, не переживайте. Но мы должны сказать, ребят, 17 ноября этот документ подписали 80 депутатов. Кроме этого, его подписал исполняющий обязанности Талант Мамытов. И они своим подписанием допустили того, что здесь есть подобная одна норма, которую я хочу зачитать. Исключено положение о том, что Кыргызская республика обладает полнотой государственной власти на всей территории, самостоятельно осуществляет внутреннюю и внешнюю политику. О чем это говорит? О том, что законность нашей страны может не коснуться всей территории Кыргызской республики. Соответственно, простой пример. Если завтра захотели для удовлетворения нашего внешнего долга нашему соседу Китаю от суммы 4.6 миллиардов долларов, из которых 50% мы должны Китаю два места месторождения, что мы этого допустим? Данная норма позволила очень многим фундаментальным правам качества верховенства права государства. Также фундаментальным правам граждан, таких как доступ граждан к получению информации государственного муниципального значения, доступ граждан к участию в формировании республиканского муниципальных бюджетов, также запрашивание отчетов, доступ граждан в обращение международной суды. И кроме этого ряд еще самых значительных моментов. А что самое важное, она позволила институту президента иметь право законодательной власти. Это говорит о том, что завтра аппарат президента начнет 80% законопроектов инициировать, и наша страна превратится в Туркменистан или Таджикистан, боже упаси. Второй момент. Хочется отметить, когда мой многоуважаемый оппонент МТР заявляет о том, что на сегодня в стране у нас вот будущее настало, шанс, никто не думает о государственном будущем, это главный документ страны. На сегодня между ветвями власти прекрасно распределены полномочия. Другой вопрос, это человеческих кадров, это кадровая политика. И исходя из этого, сколько бы сейчас за месяц Конституционное совещание не старалось написать идеальный проект Конституции без основательной подготовки граждан, без основательного запроса, что хотят граждане, опрашивать 100 тысяч активных человек, которые пришли и флаг показали в Конституционном совещании, считать, что они самые крутые. Нет, ребят, мы такой путь не должны следовать. Любая демократическая развитая страна должна идти по принципу Сурамджилуа. Вот необходимо проводить эти изучения. Дальше я хочу отметить вот о чем. Какое мы имеем сегодня с вами социально-экономическое положение? На начало года 27,7 миллиардов сом мы имели госдефицита. На сегодня мы имеем 35,5 миллиардов сом госдефицита. К середине 2021 года эта сумма будет составлять 55 миллиардов сом. Это говорит о том, что сегодня из страны выведены это данные Министерства финансов, данные Нацбанка, о чем говорят и Министерства экономики. Сегодня из страны выведены 720 миллионов долларов инвестиций из территории Кыргызской республики. Да, пандемия, но в других странах значительно лучше обстановка. У нас, потому что политическая дестабильность. Но сколько можно... Какое-то имеет отношение к референдуму. 2020 года хочется отметить, что референдум и все выборные процессы, которые... Выборный процесс за собой не влечет формирование в кратчайшее время устойчивых, легитимных битвей власти, с которыми можно было бы работать с исполнением функций правительства. Два. Что касается по поводу нашей внешней политики. На сегодня мы стоим. Стоим. Мы даже от МВФ не можем перечисления получить. Государство стоит. И также важно отметить, что на сегодня миллион наших граждан находятся за границей. Вот я отраслевой специалист по линии миграции. И хочу вам сказать, очень многие граждане прибыли на территорию Кыргызстана, сидят без работы и пропитания. Бедность нарастает, согласно данным Всемирного банка, на 7-8%. Сегодня одна треть населения живет в бедности. О какой будущей стране мы говорим? Пока мы тут, одна политическая сила, сила, делим кошельки и думаем о том, как бы сделать так страну лучше. И мы тратим время. Хочется отметить, вот что, Иркин. Я понимаю, что это проблема, но если мы будем нутрировать, не будем проводить референдум, эти проблемы решатся? Эти проблемы на сегодня нам необходимо сегодня и сейчас решать. Они не решаются, потому что мы не формируем легитимные ветви власти. Конституционный референдум мешает тем, что она отнимает значительное время раз, и два, она не допускает проведению парламентских выборов, которые бы сформировали устойчивое правительство. На сегодня предложенная от 17 ноября кроется вот именно норма, согласно которой говорят 90 депутатов по одному отнатке и по мажоритарке мы проведем, да? И пока мы их эту конституцию не перепишем, и пока его по новой не примем, у нас не будет с вами устойчивых ветвей власти в лице парламента и в лице правительства. Это самые значительные, это бьет по социально-экономическому положению. Мир сегодня думает о том, как бы победить коронавирус. Мы же тут с вами разбираем кошельки, кто где сядет и на каком эталоне будет сидеть. И Медер, уважаемый Медер, я вот хочу к вам лично обратиться. В предложенной проекте конституции от 17 ноября предусмотрены 61 норм. Мы с вами, юристы, прекрасно должны понимать, сидя в конституционном совещании, вы не должны это сбрасывать со своего уголка. Да, вы сейчас можете сказать, мы сформировались 20 ноября и ничего, все это исправим, исправляется, новый проект конституции не допускается. Но мы никогда не должны поддерживать даже вот этот проект конституции и сам, само участие в конституционном совещании это показатель того, что на сегодняшний день вы поддерживаете нормы, внесенные от 17 ноября, раз занимаетесь его корректировкой. На сегодня я хочу сказать, здесь на самом деле 61 изменение, которое фундаментально влияет на верховенство права и на право граждан, включая, я еще не говорю про испорченность баланса между взводами власти. сегодня пишет конституцию или просто корректирует спущенный вариант? Это нужно уважаемого Медера. И последнее, Иркин, я хочу добавить. Здесь мы говорим о том, что да, до этого всегда при формировании и при конституционном референдуме всегда указ подписывал президент о формировании конституционного совещания. Нужно отметить, согласно действующей редакции конституции важно отметить очень важный момент. Это то, что президент не обладает полномочиями законодательной инициативой. Конституционный референдум носит сугубо законодательную инициативу. Соответственно, простым указом дело не сформируешь. Это должно было быть утверждено со стороны Джорку Кенеш. Только у них есть прямая полномочия, так как изменение конституции либо же конституционный референдум он носит законодательный характер. Поэтому они собирали кворум и назначали его. И в связи с этим данный указ о создании конституционного совещания я полностью полагаю незаконным. Бедер, пожалуйста. Знаете как, ну, Тату Биби, она взяла все проблемы, которые у нас в стране за последние 30 лет. Это и бедность. Усугубились только сейчас. Это и безработица. Это и плачевное состояние с малоимущими. И так далее, и так далее. Все смечала в кушу, в кучу. И говорит, вот, все это из-за референдума. Так вот, Тату Биби, сказал все это из-за того, что у нас тормозится формирование устойчивого правительства. Нужно уметь четко понимать и Тату Биби все смешала в кучу. Ни в коем случае, Медер, ни в коем случае я хочу вам возразить. Ни при каких обстоятельствах. Когда вы говорили, Медер слушал. Да. Но я не переходила на личности и не обсуждала вас, Медер. Поэтому я прошу этот момент полностью упустить. Ни в коем случае. Я хочу еще раз заметить, что я на вашу личность не перехожу. Я всего лишь говорю, Тату Биби сказала. Тату Биби сказала, что у нас безработица, у нас коронавирус, у нас денег нету, у нас дырявый бюджет, и все это из-за референдума. К великому сожалению, хотел бы огорчить вас, что это не из-за этого. Так можно на базаре взять громкоговоритель и вводить в заблуждение самых простых рядовых граждан, которые не разбираются в юридических тонкостях. А здесь, на мой взгляд, такие трюки не пройдут. Это первое. Второе. Ваш тезис о том, что в нашей стране может установиться авторитарная система по образу, подобию Северной Кореи либо нашего соседа Трукменистана, смею вас заверить, что дух, менталитет и нрав хранистанского общества, даже если гипотетически и теоретически предположить, что когда-нибудь мы примем абсолютно монархическую конституцию 18 века по образу Англии, у нас никогда авторитаризм не установится. Мы уже приняли вакцину. Ящик Пандоры был открыт уже. Трижды прошедшие потрясения свидетельствуют о том, что единоличному правлению семейно-клановым телохранительским шоферским коллективом у нас не пройдет. Не получится. Такие страшилки, на мой взгляд, высказывают общество несостоятельные. Третий ваш тезис о том, что в предложенном проекте отсутствуют многие нормы по защите прав человека и ряду других моментов. Хочу вас заверить и оповестить о том, что, к великому сожалению, вы либо специально, либо на самом деле по незнанию не отслеживаете работу Конституционного Совещания. В изначальном проекте было большинство недоразумений, которые устранены. К примеру, большинство кричали, что, возможно, будет смертная казнь. Конституционное Совещание разработало о том, что это противоречит правам человека, не будет смертной казни. Второе. Большинство говорило о том, что будет предусмотрена уголовная ответственность за свободу слова. Конституционное Совещание при разработке данного проекта установило, чтобы не было юридической именно уголовной ответственности за свободу слова, чтобы средства массовой информации не привлекались и не бросались в тюрьм за свободу слова. Третье, многие утверждают... Убрали эксплуатацию детского труда, например. Да, в том числе. И все это говорит о том, что, я не знаю, может ты специально, а может по незнанию, на самом деле, не отслеживаешь ситуацию, что именно в настоящее время вносится по правке. Элькин, можно я вот здесь... Можно я закончу, пожалуйста? Я хочу внести момент. Да, закончите, потом татуировал. Пожалуйста, если ты не против. Вот мы кричали о том, но знаете, мы больше всех еще кричали о том, что, а зачем нам нужен Курултай, одна еще дополнительная ветвь власти, четвертая. А это убрали вы? Давайте я вам так скажу. Я лично против Курултая. Я голосовал против Курултая. И на всех площадках я говорю открыто о том, что Курултай нам не нужен. Есть классический формат трех ветвей власти мировой практики. Зачем нам придумывать четвертый? Но, к великому сожалению, и среди членов Конституционного совещания есть такие же ярые сторонники, считающие, что они правы, как, к примеру, татуировали, говорят, все, кто против Курултая, вы ненавидите Кыргызстан, вы против Кыргызов, вы против развития Кыргызстана, вы против законности. К великому сожалению, сегодня у нас общество разделилось на многие численности, и каждый бьет себя в грудь и говорит, только я прав, остальные никто. Значит, Курултай вы оставили? Пока еще окончательного решения не принято. Как говорится, за двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь. На двух стульях никогда не усидишься. Поэтому принимать позицию посередине, либо-либо, никогда не приводит к хорошему. Когда говорится вопрос о базаре... Вы сейчас имеете в виду позицию Медера? Когда говорится... На личности нельзя переходить. А это не личность, это констатация. Когда вопрос говорится о вопросе о том базар, когда нарушаются законы, когда не соблюдаются законодательные нормы, это и есть базар. И к моему большому сожалению, мной уважаемые многие юристы позволили себе оказаться в этом базаре. Что такое конституционное совещание? Это совет профессионалов, в котором они собираются и предлагают инициативы. Любое вещание через госканалы, любое вещание среди средств массовой информации и оповещения нашего населения, он носит всего лишь рекомендательный характер. Только в тот период, когда в трех чтениях через Джохур Кукенеш пройдет проект конституции после долгого обсуждения, и это будет подписано президентом, только после этого мы, юристы, можем опираться на это как документ и говорить, ребят, а это проект конституции. И вот, понимаете, исходя из этого, сегодня хочется сказать, прекрасно, я уважаю Мадера, нужны люди и в конституционном совещании, это их решение, но мы решили принципиально не быть, этому есть основания. И далее хочется отметить, сегодня страна нуждается в дельных людях и профессионалах. Популизм между-между, оказаться между-между на сегодня ничем не помогает. На сегодня мы нуждаемся в том, чтобы законы исполнялись беспрекословно. Если они не будут беспрекословно исполняться, то это и есть базар. Поэтому хочется отметить, любое решение конституционного совещания и любое предложение будет существенным только в тот период, когда она будет оформлена в виде документа и пройдет все законодательные процедуры. Вы пойдете на референдум 10 числа? Конечно, пойду. Это значит, вы признаете его действительность? Ни в коем случае. Есть три графы. Графа президентская, графа парламентская и графа против. Смотрите, волеизъявление в процессе, избирательном процессе, он носит очень важный характер. По-моему, мы в стране должны прививать культуру избираемости и принятие участия в выборных процессах. И я считаю, я лично проголосую против конституционного референдума. Потому что все эти процессы... Спасибо. Вот вопрос, Медр, хотел задать. И сразу я хочу задать вопрос, Медр, и вам в том числе. Вам не кажется, что... Это не конституционное совещание, не вы вовсе. Принимал Джоорг Кенгенш, но меня, как гражданина, лишили еще одного права выбора. Выбирать еще и смешанную по республику. Почему в бюллетене не будет графы президентско-парламентская? Да, было бы хорошо, если бы ее включили. Я с вами согласен. Но не я включал. Вопрос не ко мне. Теперь. Вот ТТББ. Можно вам вопрос задать? Конечно. 2010 года Конституция, как вы считаете, законно была принята? Декретом? Да? Нет? Можно? Ну и сразу скажите, сколько вам было лет в 2010 году? Одно дело, сколько было лет, мы же сейчас спрашиваем. Да или нет? Просто можно? Можно я вам задам еще вопрос, чисто констатирующий другой факт? Вы ответьте на вопрос Медера, а потом ответьте. Хочется отметить... Я хочу вопрос на вопрос задать. Киркин, вы как модератор. Пожалуйста. Она хочет ответить на вопрос вопросом. Нет, так не пойдет. Медер, на сегодня с вами необходимо определиться вот в чем. 2010 год. Вы опять включаете свою политтехнологию. Хотите увести разговор в другую сторону. Она отвечает на вопрос Медер. Давайте, как юристы, будем четко на поставленный вопрос отвечать. В 2010 году... Конституция 2010 года была законно принята декретом или нет? Это тест на проверку кваликации юриста. Да или нет? Давайте сделаем так. Не увеливайте, да или нет. Медер, я вам отвечу вопрос. Мы сегодня не пригласили вас для того, чтобы друг друга тесты брали. Теперь понятно. Уважаемый Медер, будучи вы как преподаватель, я понимаю вашу позицию, что вы привыкли у учеников спрашивать. Мы, будучи профессиональным юридическим сообществом, должны задаваться более другими вопросами. Если я не могу, вы спросите или да, или нет. Да, я этот вопрос задавал, кстати, одним из первых, если вы вспомните, это наша передача. Медер, у меня к вам констатирующий другой вопрос. А вот скажите, пожалуйста, на сегодняшний день, когда у Джогуркинеш 28 октября закончились полномочия, имеет ли право, Джогуркинеш, инициировать стратегически важный закон, как конституционный референдум? Вы имеете право точно так же не отвечать, как Татубе. Нет, я отвечу. Я отвечу. Я не привык увиливать от вопросов, вводить общественные заблуждения и выскользать от нужной темы, прикрываясь различного рода лозунгами о бедности, о тяжелом положении дел в стране и так далее. Это не относится к Татубе, это относится к другим людям. Но мы по тебе. Теперь, имеет ли право Джогуркинеш, об этом сама авторитетная венецианская комиссия говорит в преамбуле своего заключения, у вас в Конституции нет четких разграничений, четко описанных правил, когда полномочия Джогуркинеш истекают, а когда начинаются. Здесь уже они порождают тень сомнений. Вы знаете, Медер... Есть две коллизии, я отвечу, пожалуйста, Джогуркинеш. Есть две коллизии. И исходя из простой элементарной логики, исходя из той ситуации, в которой мы сегодня оказались, она непростая, она незаконная. Потому что революция нигде не прописывается в законе, ровно как и вхождение в турбулентное положение революции, так же и выход оттуда. Нигде это в законе не предусмотрено. Теперь, имеет ли право Джогуркинеш? Отвечу, да. Потому что Джогуркинеш, он не может быть наполовину беременным, выполнять какие-то представительские функции, быть в роли свадебного генерала и не исполнять какие-то другие функции. А как же экономика? А как же социальное положение дел? А как же отчет от правительства? А как же задействовалась комитетом и так далее? Это все нужно будет нам убирать, что ли? Нет, конечно. Коллеги, Медер, вы, конечно, не обижаетесь, но я как избиратель, который голосовал за это Джогуркинеш, и я не юрист. Я хочу сказать просто как гражданин. Джогуркинеш, последний созов, который в 16-м году наглым образом изнасиловал эту же конституцию, потом наглым образом ее же тысячу раз менял, наглым образом убирал, оставлял неприкосновенность президента, одним голосом голосовал, собирался где-то в доступе. Я не знаю насчет Венецианской комиссии юридической, но есть понятие моральное право. И вот я думаю, что морального права у этого слова дотрагиваться до Конституции Джогуркинеша уж точно не было. Это вот мнение народа. Согласен. Более того, скажу, что сегодняшние ярые противники Конституции, которые сидят в Джогуркинеше, сами же отменили назначенные выборы на 20 декабря. А сегодня они против этого. Как можно быть таким двуликим? А насчет того, что последний соцсет Джогуркинеша, я полностью разделяю ваше мнение. Более того, ему дал народ, не народ, а экс-президент, народ подхватил, звучное, точное название. И мы об этом с вами знаем. Я полностью разделяю ваше мнение. Я думаю, что это абсолютно верное название было дано. Я, прошу прощения, не сдержался. Я обещал быть сдержанным. Это так и надо. Коллеги, мы завершаем, к сожалению. 40 минут подошли к концу. Я благодарю вас за дискуссию. На самом деле, мы сегодня хотели с вами поговорить о формах правления, президентской или парламентской, но я понимаю, что разговор у нас получился еще более состоятельным, потому что перед тем, как идти голосовать, мы должны вообще понимать, законно ли мы идем голосуем или нет. Можно? Вкратце. Я бы хотел призвать всех людей, которые вовлечены в общественную деятельность, чтобы вне зависимости, на какой из сторон баррикад мы находимся, не воспринимали друг друга в качестве врагов народа. Нам необходимо всегда относиться с терпением и с должным чувством уважения к чужому мнению, особенно к тому, который отличается от нашего. Это является одной из наивысших ценностей демократии. Это бесспорно очень тяжело, но давайте придерживаться. Я, в том числе, хочу быть в числе тех людей, которые не видят врагов, тех людей, чьи мнения отличаются от моего, в том числе и от твоего. И буду только всегда рад созваниваться с ней по юридическим вопросам, консультироваться, но быть идейными оппонентами. Я с вами абсолютно согласен, и я бы ваш эпилог передачи как раз завершил бы вашими словами, переадресовав это тем, кто содержит огромную фабрику троллей, формируя общественное мнение. Дорогие друзья, перестаньте, пожалуйста, писать в социальных сетях и Медеру, и Татую, и мне, просто за то, что наше мнение отличается от вашего. Мы все граждане одной страны, и пока что в нашей стране есть плюрализы мнений, значит, есть надежда, что автократии и диктатуры не будет. Всего доброго, это был проект Амниг. Увидимся.